Эмилия Васильевна, а что делать, например, в том случае, если ты с мужчиной, и этот мужчина повышает голос, и это делает первый раз? В английском языке есть масса пословий. Если ты меня обдуришь один раз, то виноват ты, а если ты меня обдуришь два раза, то виноват я. То есть, что после одного раза нужно уже уходить. Ну, здесь смысл следующий. Рядом человек как-то проявился, повысил голос, накричал. И тут нужно знать, а умеешь ли ты разговаривать с человеком так, чтобы он услышал и селит? Со мной так нельзя. Аня, а давай вспомним эту ситуацию, фильм «Ликвидация», и где Тоня решила немножко повзбрыкивать. Вот я не помню, как героя Михаила Поридченкова звали. И она там, ему там «фыр, фыр, фыр». И он ее за руку взял, сказал «Со мной так нельзя». И в наших интонациях должна быть информация, что я уйду. Но смысл следующий. Иногда нам не готовы заплатить высокую цену за отношения. Мужчина готов оставаться с нами в отношениях, покрикивая на нас. Но когда, предположим, предъявляешь требование, что со мной так нельзя, мужчина не готов. О, я таких, как ты, еще найду. Вот в чем смысл. И некоторые девушки это чувствуют и понимают, что она не является для него эксклюзивной. А он по каким-то качествам стал эксклюзивной для нее. И, соответственно, она будет. То есть, если для нее не важно, потому что у меня получается так, что если мужчина на меня орет, он теряет свою эксклюзивность. А у какой-то девушки он не потерял свою эксклюзивность. Вот в чем идея. Не потерял. И смысл первый. Он не потерял эксклюзивность. Раз. Но, как бы, для меня, может быть, он тоже сразу не потеряет эксклюзивность. Есть у человека такие особенности. Он мне там их предъявил. Я ему объясняю, что я в таком формате общаться не буду. И вот если, например, я не цепляюсь за человека, а держусь за отношения, которые для меня важны, мужчина меня услышит. И помимо того, что если я не цепляюсь, я должна быть какой-то уникальной в глазах мужчины. Когда я хочу ему навязать свои правила. Аня, вот это для нас, женщин, очень обидно и грустно. Мы не хотим, когда мы начинаем отношения, мы все время верим вот это любовь, любовь. А я говорю, да, есть эмоциональное приятие. А любовь это другая вещь. Любовь это как бы такая равнозначность, ощущение равноважности друг для друга. Ощущение, что такого человека ты никогда не встретишь. Вот он важен, да, он играет огромную роль на себе. И мы не готовы сесть и прочувствовать. Я являюсь такой женщиной для мужчины, важной в его судьбе. Женщины часто говорят, я не понимаю, не вижу, ну что за вранье. Видим мы и знаем. Вот если там по десятибалльной шкале, мы можем сказать. Вот мужчина у меня на 10 баллов в цене. А про кого-то можем сказать на 12. Зашкаливая. И окружающий мужчина очень часто, я слышала от мужчин, про крутых мужиков, когда мужик менял-менял женщин. А вот. А потом говорят, он встретил свою женщину. Вот там настоящая любовь появилась. И как мы видим эту настоящую любовь? Мы видим, насколько мужчина готов в свои интересы прижать и ради наших интересов что-то сделать. Мы это видим в общении. То, что у него, например, есть привычка повышать голос, и вдруг у него эта привычка проявилась в наших отношениях. Если мы для него ценны, и скажем ему, что со мной так нельзя, он услышит. А ценны мы или не ценны, мы не потому, как он голос повысил. Это его привычка плохая. Может быть, он будет потом готов меня. А в серьезных вопросах каких-то он вкладывался. Опять же, с девчонками, когда разбираем, вот он много для меня делал. Что он делал? Начинаем смотреть. Все его действия были направлены только на удовлетворение его интересов. А тебе просто перепадало. Ну, например, ему хотелось ни одному поехать на Мальдив. Ну, и ты с ним съездил. Он не ради тебя это делал, а ради себя. Бытового хамства не будет там, где у девушки есть нормы, где она понимает, что такое бытовое хамство. И где девушка играет большую роль в жизни мужчин. И она может ему озвучить, что неприемлемо в их отношениях. Эмилия Васильевна, и как бы вы завершили наше интервью? Как бы я завершила, я уже вот озвучивала, что, дорогие девчонки, когда вы входите в отношения, не вляпывайтесь вы в эти отношения, прям там с руками, с ногами, все, боже мой, у нас такие страсти, мордасти. Да, у вас эмоциональное притяжение, здорово, отличие. Но вы для себя понимаете. Вы зашли в зону турбулентности, где вы просто наблюдаете за мужчиной. Наблюдаете. Собираете информацию, насколько вы для него важны. Да, и сами для себя собираете, насколько вам важны его взгляды, интересы, что он собой представляет. Добрый он, жадный он, внимательный, невнимательный, амбициозный, неамбициозный. Вы собираете о нем информацию, какой он человек. И поймите, что в общении с вами у вас еще мало этой информации. Он вам демоверсию дает. Вам нужно идти куда-то в какие-то обстоятельства, где будут вокруг еще другие люди. И вы будете смотреть, как он общается с другими людьми. Вы собираете информацию. Это может быть и месяц, и два. Во время сбора этой информации не связывайте себя уже с этим мужчиной. Все, уже и замуж пришла, как вот смеются над нами, и уже детям имена дала. Не спешите, потому что вот это привязав в будущем себя к этому мужчине, вы в настоящем в итоге начнете терпеть это бытовое хамство. Не привязывайте. Вы пока смотрите. Он пока еще свои три подвига не совершил. Но если в сказках он там ходил, что-то добывал, и можно было потом о нем думать, да кто он, что он. А здесь мы его три подвига смотрим. Его основные, ведущие черты характера хотим понять. И насколько мы ему дороги. А дальше, если у него есть какие-то дурные привычки, предположим, вам нравятся черты характера, да, но есть какие-то дурные привычки. Мы все, друзья мои, воспитанники своей среды, и из своей среды мы можем что-то приносить, что в культуру другого человека вообще никак не вписывается. Но это не страшно. Если мы встретим человека, который нам важен, нужен, мы понимаем, что он будет играть важную роль в нашей жизни, мы поменяемся, когда мы увидим, что на других условиях этот человек не будет с нами продолжать отношения. Поэтому я за то, чтобы девушки учились наблюдать и трезво себе говорить, какую роль я играю в жизни этого мужчины. Вот садиться и отвечать. Если по десятибальной шкале я отношусь к той женщине, которую он оценил на 10 баллов. Девочки, есть женщины, у которых мужчина по десятибальной шкале на 20 баллов. Они нормальные, они такие же, как и мы с вами. Просто для него ее какие-то установки, черты характера, манера поведения, какой-то смех становится самым дорогим в жизни. Понимаете? Ничего особенного нет. Но для этого мужчины что-то в этой женщине есть важное. Ищите того мужчину, для которого вы будете важны. Вот так бы я завершила. Спасибо, Эмилия Васильевна. Субтитры создавал DimaTorzok